вот это шлях до 30 встреча очень много обе-то не видел табетятина не опьет бьет бьет вы значит там из тель-авива до из тель-авива на родину историческую историческую посмотрел на отчизну на отчизну хочешь испытывать ностальгию приходится но что я могу сделать это приехать сюда и пройти я против войны с братским народом я за свободу жаль знаешь вот так сложилось что не люблю я коммунистов прикреплять когда я не знаю что я и все это и не знаю что я не знаю что там есть вот так сложно что не люблю я коммунистов Я их просто терпеть не могу. У нас в свободной стране я имею право не любить кого желаю. Абсолютно. И считаю нужным. Абсолютно. Как у вас здесь с этим? С правом не любить или с коммунистами? Ну вообще, с местным менталитетом. Ну, местный менталитет таков, что иметь политическую позицию популярной, модной считается, так сказать, даже как бы зазорной ее не иметь в каком-то смысле. Вот, значит, есть правые, есть левые, есть, значит, такие истеки, значит, и срутся они страшно между собой, значит, и в частных разговорах, вот, и, значит, друг друга поносят, значит, чехвостя, значит, на чем свет стоит, это совершенно не мешает им, значит, дружить семьями, да, и проводить, значит, это самое, вот, как бы друзья общаются, если они знают, что, значит, у них настолько, значит, разные позиции, что не имеет смысла об этом говорить, значит, они об этом не говорят, например. Это можно назвать частью культуры? Ну, наверное, да, в Израиле культура молодая вообще, как бы здесь эта культура, она только формируется, вот, но политика, политика, она очень-очень смешная, значит, она такая, как бы детская, вот, в каком-то смысле очень наивная. Вот, я сам лично, значит, я больше-больше тяготею к правым, чем к левым, но к правым таким, значит, светским, и я все это, значит, как бы, все эти религиозные, значит, мэрокобесия терпеть ненавижу, вот, как бы, то есть, да, то есть правые светские, вот, как бы, здесь таких, как бы, то есть, мало, и, как бы, партии, вот, и мои интересы тут никто не отражает, и в какой-то момент, я понял, как это было, красные приходят, грабят, белые приходят, грабят, значит, да, да, значит, что, вот, что эти правые, что эти левые, значит, они мне стали, в общем-то, одинаково смешные и отвратительные, вот, но левые, левые еще хуже, вот, значит, в каком-то... я перестал, значит, об этом слишком много думать, интересоваться, вот, и так далее, вот, и все, мне иногда, как, ты не ходил голосовать? Вот, кстати, я хотел сказать, у нас, откуда я приехал, очень сейчас в моде позиция, я вообще ничем не интересуюсь, меня это не касается, я выше этого всего. Ага, ага. Что у вас там с подробными персонажами? Вот полностью наоборот, значит, вот, такая, такая позиция непопулярна, и может даже, как бы, порицаться, но порицание, здесь все такое, как бы, делай, чего хочешь, вот, мне это не нравится, как бы, но до тех пор, пока, как бы, ты, вот, ко мне в дом не вторгся, так сказать, и не стал устанавливать свои правила, то делай, чего хочешь, вот, поэтому... Как? Ты это, а как же так? А это, значит, ответственность, социальная оппозиция, вот, я говорю, в гробу я все это видел. Но это тоже позиция? Тоже позиция, да, и вот у нас, вот, третий, уже больше года в стране, фактически, временное правительство, два раза они проводили выборы, не могут никого выбрать, значит, вот... Ни хрена, они никого не могут выбрать, значит, вот, и уже назначили третьи выборы, вот, но факт-то в чем? Банки работают, транспорт работает, если кому-то надо помитинговать, они выходят, митингуют, полиция их охраняет, все работает, люди спокойно ходят, и жизнь продолжается, и... Вот это и радует, что, как бы народ не срался на политической почве, все работает как часы. Все работает как часы. Наверное, это и называется стабильность. Вот это, как бы, да, есть стабильность, шекель укрепляется, вот, так сказать, да, что-нибудь они как-нибудь разрулят, вот, если, значит, в это самое... Будут на нас, значит, наши недруги нападать, то все тут же объединятся, и право, и лево, и так далее. Ладно, больной вопрос тогда. Оттуда еще привез. Бензин подешевеет? Может быть, подешевеет, и электричество может быть, подешевеет, и вода, а потом опять немножко подорожает, оно иногда бывает, да. Ну, фигра-кви-фигра-мать, мать не футбол такой. Да, да, может немножко, да, дешеветь и дорожать, вот, вот, да, лишь бы зарплату платили вовремя. Это точно. Да. Очень чертовски счастлив тебя видеть, конечно, сколько мы с тобой не виделись с 14-го года, вот, с того самого митинга. То есть, да, особенно, особенно приятно, вот, видеть тебя здесь, вот, в новом, совсем качестве, вот. Ты знаешь, мне тоже очень приятно. Пусть события будет хорошо. Я тоже очень рад, что тебя увидел, что я здесь, наконец-то, что я все-таки добрался. Ура!